как вы думаете что это такое это микродисплей на органических светодиодах данная модель имеет разрешение 800 на 600 точек и производится в китае в россии ничего похожего к сожалению никто не производит вот другой аналогичный микродисплей меньшего разрешения здесь кажется 640 на 480 но я к сожалению точно не помню и этот по моему европейского производства то ли франция то ли что-то наподобие того заменить их на российскую эквивалентную элементную базу не представляется возможным потому что в россии ничего похожего повторяю не производится а вот тот же китайский дисплей но в тестовом режиме на экране отображается просто некое шаблонное изображение а вот это тестовое включение некоторых новых блоков от текущего проекта плата ethernet и sd карты плата регуляторов питания под ней а красная это просто тестовая нагрузка все это плоским шлейфом подключается к адаптеру поя который позволяет запитать всю систему через ту же самую витую пару по которой приходит гигабитный ethernet довольно удобная технология надо заметить вот подключается обычным плоским шлейфом с малым шагом и тест показывает что установилась гигабитное соединение там индикаторы мигают это как бы что связь установлена что гигабит работает и тест проходит в качестве нагрузочных сопротивлений выступают резисторы еще советского производства млтшки красненькие такое сочетание старых и новых технологий плата процессора пока еще не готова к подключению но как только будет дано добро вместо красной нагрузочной платы будет включен блок процессора и посмотрим как он работает все запитывается вот от такого блочка это как раз свитч с поддержкой поя power over ethernet очень интересная и удобная технология а это один из вариантов подключения так называемой микро балометрической матрицы то есть это приемник инфракрасного излучения устроенный чем-то похоже на пзс или кому матриц который можно встретить в любом современном цифровом фотоаппарате или видеокамере но тут используется не фотодиоды не транзисторы а микробалометры то есть это резисторы микроскопических размеров чье сопротивление зависит от нагрева и вот большая матрица здесь разрешение 640 на 480 в работе часы и hd даже full hd матрицы вот это что 40 на 480 здесь перед ней инфракрасная оптика но я не стал уже фотографировать то есть схема считывания формирует построчное изображение ацп соответственно цифрует процессор считывает эти данные проводит первичную обработку может быть там сжатие видеопотока выделение контуров там и так далее это уже что заказчик захочет вот эта матрица насколько я помню французского производства аналогичные но несовместимые изделия производятся еще в америке может быть еще где-то в европе я просто не знаю в америке и в китае китайский причем матрица они сделаны на другом технологическом на другой технологической основе то есть вот эти вот кремниевые а у китайцев оксид ванаде используется я уж не знаю почему они такую выбрали но вот американские матрицы купить сложнее европейских а китайский наоборот проще но китайцы суть по всему продают нам от браковку то есть они какие-то все все какие-то не очень не очень то есть вроде как укладываются в спецификацию но то пиксел биты то строчка какая-то не работающий то еще что то шумит в общем вот так вот французские более-менее на уровне все ближайший российский аналог имеет существенно худшее разрешение то есть если я правильно помню 320 на 240 то есть в четыре раза хуже чем вот эта матрица и что самое существенное то есть разрешение то ладно но требуется охлаждение жидким азотом что очень сильно ограничивает возможности по применению этой техники а французские американские китайские матрицы работают при комнатной температуре совершенно спокойно то есть там конечно требуется некоторые ухищрения но чисто программные никаких дополнительных механических каких-то приспособлений правда у китайцев еще шторка нужно для калибровки до непрозрачная шторка но никаких систем охлаждения ничего такого эти матрицы не требуют в отличие от российского изделия так что практически вроде как выбор и есть но его на самом деле нет